Привет, друзья! Подожду сейчас, пока начнёте присоединяться. Так, ой, первые пошли. Приветики, приветики. Я сейчас хочу продолжить чтение книги. Своей. Книга называется «Если бы не это, то ты точно был бы счастлив. Практика работы с мышлением». У меня уже было два эфира. В первом эфире я прочитала первые три главы о том, как работает наш мозг, как мы себя уводим от решения задач, как мы себе создаём проблемы, для чего мы это делаем, почему наш ум нами управляет и всё время выводит из настоящего момента. На днях я читала пятую, шестую, нет, четвёртую, пятую главу о состоянии здесь и сейчас. И я остановилась на шестой главе. Вот, хотела бы её продолжить. То есть это уже будет третий эфир, где я читаю свою книжку. Те, кто не смотрели мои эфиры первых пяти глав, то, наверное, после этого эфира вам нужно будет вернуться, посмотреть, чтобы вникнуть, да, что я сейчас буду продолжать читать, потому что с бухты-барахты, с шестой главы сейчас начну, многое будет непонятно. Но я постараюсь иногда возвращаться, да, и напоминать, что там было. Так, ой, я рада, столько людей присоединяется, класс. Итак, книжка «Если бы не это, то ты точно был бы счастлив. Практика работы с мышлением», которую я написала для вас. Вы можете её приобрести. Треть книги вы можете бесплатно скачать, почитать. Можете приобрести в электронном варианте, в шапке профиля. У меня ссылка на меню, и там все мои книги. Вот, вы можете также заказать печатную версию, кто любит книжечки читать печатные, на любом маркетплейсе. Так, глава шестая. Трансформация. Теперь мы с вами понимаем, что у нас в голове, и почему эти шаблоны появились, как они нас тормозят действовать, жить в моменте, уводят в иллюзии, для чего с ними работать. Опять же, те, кто не слушал предыдущие два эфира о пяти главах, которых я прочитала, да, может быть, вам непонятно, что у вас в голове. Все наши шаблоны появились из детства, наращивались всю нашу сознательную жизнь из-за того, что мы всё время с вами навязываем себе различные страхи. Страхи за будущее. Наш ум всегда уводит в эти страхи, потому что мы боимся завтрашнего дня, мы боимся действовать, потому что страшно совершить ошибку. Потому что у нас есть такие шаблоны, что ошибка равно меня не любят. Потому что если я ошибусь, то меня могут наругать. Вспоминаем, кто слушал первую главу или читал книжку уже, что в детстве, например, мы пронесли кашу мимо рта, обляпались, и нам мама начинает, вот, что за ребёнок, почему ты опять неаккуратно кушаешь. Она начинает нас ругать, и у нас возникает страх, что мама перестанет нас любить. Потом у нас были проблемы в школе. Если мы получали двойки, нам было страшно ошибиться, получить двойку, тройку, низкий балл, нас опять будут ругать учителя, нас будут корить родители за это, что мы плохо учимся. То есть мы с детства с вами боимся получать ошибки. Для нас ошибка — это то, что нас перестанут любить, если мы ошибёмся. Поэтому мы боимся с вами действовать. Если мы с вами бездействуем, у нас нет энергии. Если мы с вами бездействуем, у нас нет энергии, нет денег, нет благ, мы не можем с вами нормально работать, потому что страшно совершить какой-то шаг. И вот для этого нам нужно поработать с мышлением, для того, чтобы мы не боялись с вами действовать. И все наши действия, которые мы бы делали и совершали, неважно, на работе, дом, обычные какие-то действия, чтобы они нам были в кайф и в радость, мы должны перестать себя отговаривать от этих действий, полюбить то, что мы делаем. Но чтобы это сделать, нам надо поработать с шаблонами. Шаблоны — это наши установки, которые мы с детства всю сознательную жизнь с вами получаем. Это наши отговорки, почему что-то не сделать. А вдруг не получится? А я не умею? А я не знаю? А вдруг ошибусь? А вдруг будет не так, как я хочу? А если я сделаю, это будет неправильно, меня осудят, меня будут критиковать и так далее. То есть у нас в голове очень много шаблонов, и нам нужно разбираться со своими шаблонами в голове. Потому что благодаря нашим этим установкам мы не хотим действовать, не хотим работать, не хотим двигаться, у нас нет энергии, мы не можем достигать свои желания быстро, быстро вот прям вот так вот решать свои проблемы, потому что мы бездействуем. Мы не знаем, как их решать. Нам кажется, что всё, жизнь порушилась, там отношения не клеятся, работы нет, денег нет. И мы не знаем, что с этим делать. А не знаем мы из-за наших убеждений. И если вы сейчас начнёте работать с собой, вы легко можете решить вопрос с этими убеждениями, и ваши действия будут всегда в кайф. Даже не надо понимать, что нужно делать. Вы бессознательно начнёте делать, что-то творить, и оно всё будет в потоке способствовать решению любых задач, любых проблем, и все наши желания будут легко исполняться. Ой, мирова. Так, мы с вами, сейчас глава шестая, трансформация. Мы практически пришли к финишной черте. Осталось нам с вами понять суть трансформации и её алгоритмы. С первого раза, возможно, будет что-то непонятно, сложно. Я прекрасно вас понимаю. Этот процесс на занятиях мы всегда обычно делаем коллективно, или я помогаю трансформировать шаблоны на консультациях. Практически всегда приходится подсказывать, даже после 50 разобранного шаблона, 50-го. Этот процесс непростой, он трудоёмкий, требует опыт, сноровки. Но опыт, что такое опыт, это всего лишь процесс повторения. И если мы с вами не будем останавливаться, то всё рано или поздно получится. Просто тренируйтесь и не думайте, как сейчас у вас выходит. Нет конкретного результата даже в трансформации шаблонов. Мы просто будем делать это, и каждый раз получаться будет всё лучше и лучше. С каждой попыткой рассуждения мы будем расширять своё мышление и убирать эти шаблоны. Кто-то говорит, например, у меня нет фантазии, чтобы трансформировать шаблоны. Давайте я сразу этот миф с вами рассею. С фантазиями у всех всё в порядке. Посмотрите, сколько мы умом негативного будущего фантазируем себе каждый день. Или придумываем за других, что они, например, о нас подумают. Или восклицаем другим. Да, я так знаю, я точно знаю, что будет, у меня не получится, я точно знаю, как тебе там действовать. То есть мы всегда фантазируем бесконечно. И вот этот шаблон, у меня нет фантазии, когда все начинают трансформировать шаблоны, он у всех возникает. Ребята, фантазия у вас есть. Просто нужна тренировка. Только представьте, насколько бурно играет фантазия у всех. Но мы с вами эту фантазию не там используем, неправильно. То есть мы её используем для того, чтобы себя отговаривать. Фантазируем себе столько разных причин, какие там последствия, следствия будут от наших действий, что мы что-то не так сделаем. То есть фантазии бесконечно с нас прям льются. Но давайте фантазии использовать себе на пользу. Не для того, чтобы фантазировать себе какие-то страшные страшилки, а фантазировать, наоборот, классное какое-то будущее и использовать фантазию даже при трансформации. Поэтому шаблон, что нет фантазии, я прямо вот сейчас в этот момент с вами трансформировала для вас. Я рассеяла миф, что у вас нет фантазии. Она есть, она есть всегда, просто вы её применяете не там. Посмотрите, как наш ум ловко уводит нас в отговорки, чтобы бездействовать, фантазирует, что нет фантазии, уже используя фантазию, а также фантазирует страхи, иллюзии какого-то будущего, которое нам там может не понравиться. И когда надо себя остановить, фантазирует, что фантазии нет. Это просто уловка ума. Если вы вдруг, когда начнёте работать с собой, скажете себе, блин, что-то у меня фантазии не хватает, вспоминайте, это уловка ума. Помните, каждый раз, когда говорите, что у вас что-то нет, это уловка. В мире есть всё, кроме самого отсутствия. И мы есть не только с вами тело, мы есть вообще весь проявленный мир. И всё, что вокруг нас есть, это всё проявление нас. Мир — это проекция нашего мышления с вами, и раз в нём есть всё, в нас, значит, тоже есть всё, и фантазия в том числе. Просто мы с вами решили когда-то это не замечать, когда нам выгодно увести себя в какую-то иллюзию, или предпочитаем не замечать, когда нам выгодно бездействовать. И делаем мы это всё на автомате, потому что это уже глубоко укоренённые программы, по которым мы следуем, выгодны лишь уму. В предыдущей читке, когда я читала 4-5 главу, я рассказала, почему наш ум уводит нас всё время из настоящего момента, и всё время предлагает нам решать какие-то проблемы, предлагает борьбу, быть в иллюзиях прошлого или будущего. То есть пересмотрите. Сейчас я продолжаю читать 6-я глава трансформации, да, вот кто добавляется. Теперь вы понимаете, как важно посмотреть на наши сейчас с вами взгляды, на наше мышление, что мы думаем и делаем на автомате, и перестроить наше мышление, трансформировать для того, чтобы наконец-то жить счастливо и без отговорок ума. Трансформация — это способ рассмотреть свой шаблон мышления, да, свою крайность, и увидеть его в суть, то есть осознать этот шаблон. Мы не можем с вами избавиться от шаблонов, от своего мышления. Это, ну, часть нашего мозга. Мы не можем выкинуть из головы мысли, так как каждая мысль имеет для нас определённое какое-то значение. И это крепкая сформировавшаяся нейронная связь. Часть мозга невозможно просто выкинуть, да. Все, кто мечтает сразу избавиться от всех шаблонов, у вас это не получится, потому что мы не избавляемся. Нам просто нужно понять суть шаблона, суть наших программ, которые нами руководят, и использовать их на пользу. Когда вы начнёте работать с мышлением, то наши нейронные связи, в нашем мозге, они будут всегда сопротивляться. Если мы попытаемся от чего-то избавиться, часть мозга тоже хочет жить и будет себя защищать. Поэтому мы будем испытывать стресс. Не переживайте, это всё решаемо. Чем больше мы будем сопротивляться какой-то программе или шаблону, тем агрессивнее эта мысль будет проскальзывать у нас в голове и формировать решения, которые будут влечь определённые действия, чтобы подтвердить нам ещё раз свою правоту, и мы не сможем тогда отказаться от этой мыслеформы. То есть чем больше мы борьбы будем с этими шаблонами мышления использовать, тем больше будем убеждаться, что та мысль, которая изначально была заложена в нас, она правдивая, потому что реальность нам будет всё время в сопротивление показывать, что то, что ты верил, это и есть правда. Даже если ты найдёшь кучу доводов о том, что это какой-то миф, всё равно наш мозг будет сопротивляться. Это нормально. Нам не нужно будет сейчас вести борьбу с нашим мозгом. Не стоит ничего, не от чего избавляться. Можно всё использовать во благо и на пользу. И себе, ну и миру в том числе, конечно же. И сейчас я это пишу больше для ума, а не для вас, чтобы его успокоить. Самое страшное для ума — это чего-то лишиться. Поэтому мы лишаться с вами не будем. Нам надо его успокоить, что все шаблоны, программы, всё мы оставим в голове. Просто научимся правильно использовать. Нам же с вами страшно лишиться руки, например, потому что это часть нашего тела. Также нам страшно лишиться чего-то в этом мире, потому что мир — это тоже наше тело и продолжение нас, особенно если мы к этому привыкли. Поэтому лишения любые для ума — это сразу паника и сопротивление, доводящее нас до нервоза. Например, курильщик, наркоман, алкоголик или жрец от слова «пожирать еду» или кому-либо ещё предложить от чего-то избавиться, от какой-то зависимости. Они, даже если понимают, что это вред, что они наносят себе вред, убивают себя, втайне мечтая всё-таки от этого избавиться, но они, скорее всего, все эти наши курильщики, наркоманы и так далее, жрецы, они нас побьют, чем захотят чего-то лишиться. Даже если это будет убивать жизнь, всё равно ум придумает отговорку, что я-то особенный, я не могу от этого избавиться, потому что, потому что, и всё, и уму будет миллион доводов нам приводить, почему мы не можем от этого избавиться. Даже лишиться любого яда нам страшно, так как этот яд — тоже наше проявление, и это часть нашего тела, и мы к нему привыкли, получая свою какую-то вторичную выгоду. Напомню, что мир и все люди — это не что-то отдельное от нас, это наше продолжение, наше проявление, наш мир как проекция нашего мышления, то есть мы все связаны с вами, с каждой песчинкой в этом мире, как единый организм. Мы — клеточка единого организма, ещё раз напомню. Мы не заканчиваемся там, где заканчивается наше тело, за его пределами тоже мы. Мы гораздо больше, чем о себе представляем. Но пока мы загнуты в рамках эго, у нас представление о себе, что мы вот такие вот, определённые какие-то черты у нас характера, мы заканчиваемся там, где заканчивается тело, всё остальное не мы. Ну, даже одежда, даже там цепочка, вот, она находится на моём теле, да, это часть тоже меня. Это, конечно, очень сложно понять, но кто-то, кто смотрел много моих эфиров за последние там пять лет, уже понимает, да, почему мир — наше продолжение. Вот, если вы это пока не понимаете, возьмите просто за аксиому. «Наш ум решил поставить нас в ограничение, в эго, рамки представления о себе, что мы должны ограничиться только телом, и отрезал нас и весь наш остальной проявленный мир от нас. Он оставил нам осознавать только проявленное видимое тело, которым мы управляем, чтобы мы не могли управлять нашим миром. Уму это невыгодно, иначе ум не сможет управлять нами. Всё сложно, в то же время очень легко. Когда-нибудь многие до этого всё-таки дойдут до этого понимания, я надеюсь. «Вернусь к лишениям». Задумайтесь. Мы с вами всегда боимся даже лишиться проблем. Мы не хотим их решать. Мы держимся за них до последнего, потому что есть какие-то вторичные выгоды. У каждой проблемы есть причины, вторичные выгоды. Если бы этих причин и выгод не было бы, мы бы, как творцы, не создавали бы себе этих проблем. Они нам для чего-то нужны, эти проблемы. Нам выгодно иметь эти проблемы. Мы их сами своим собственным желанием создаём и сами их не отпускаем. Это не жизнь такая, это не судьба такая. Это наше желание создать эту проблему, потому что нам для чего-то нужна. Мы просто с вами не понимаем, для чего мы это создаём. Но как только вы начнёте работать с собой, со своим мышлением, со своими убеждениями, программами, шаблонами, вы начнёте понимать, почему в вашем мире вот это, вот это, вот это, почему вы создали себе сами болезнь. Это не что-то внешнее. Это проекция вашего мышления, это сигнал вашего мышления. То есть мир нам лишь отражает то, как мы к себе относимся, то, о чём мы думаем и как мы себя представляем. Мир просто зеркало отражает нас. Мы — это даже не тело, и мы даже с вами это не ум. Мы — наблюдатели. Мы совершенно не то, что о себе думаем. И мир нам это показывает, кто мы. Но мы не привыкли на это смотреть, не привыкли видеть себя в зеркале этого мира и изучать себя. Потому что нашему уму это невыгодно. Он нами управляет. Точно так же, как и управляет всеми нашими мыслями паразиты, миллиарды особей, которые люди называют учёные микрофлорой. Мы ради них едим. То есть не нам еда нужна, а это и микрофлори. Еду ест микрофлора. Мы кормим чужих особей, которые, в принципе, нам не нужны. Но пока мы это не осознаем, они нам помогают этот мусор, который мы в себя пихаем, сжарать, перерабатывать. И когда эта микрофлора хочет кушать, через гуморальную систему подаётся сигнал в мозг, вызывает в нас кучу эмоций, страхи, какие-то депрессии, стрессы, негативы, это не наше. Это всё вызывает в нас. Микрофлора и паразиты, которые живут в нашем теле. Так, что-то я отликлась на эту еду. Сейчас найду, где я остановилась. Сорян. Так. Боже мой. Я пропустила, где я читала. Так. Он оставил нам осознавать ум, только проявленное, видимое тело, которым мы управляем, чтобы мы не могли управлять нашим миром. Иначе ум не сможет управлять нами. Для чего ум управляет нами, я прочитала в 4-5 главе, это предыдущий эфир. Вернусь к лишениям. Задумайтесь, мы с вами даже боимся, кто-то мне названивает, лишиться своих проблем, лишиться своих болезней. У нас есть вторичные выгоды. Нам это для чего-то нужно. Что-то осознать, извлечь какой-то опыт, не делать так, делать по-другому, не будет тогда проблем. Проблемы, болезни — это просто остановки и наши бездействия. Так. У меня такой тут пример есть в книге. Мы, например, убеждены, что все богатые люди высокомерны, избалованы, воры обкрадывают других людей. А мы-то не такие. Нам выгодно поддерживать в себе эту правду. Мы-то хорошие, поэтому у нас нет этих богатств. До тех пор, пока нам выгодно так думать. То есть здесь пример о том, что у вас проблема с деньгами, у вас их нет, потому что вам выгодно их не иметь. Вы поддерживаете в себе программу, что я хороший человек, я не вор, я не избалованный, я не высокомерный, потому что вот богатые такие, 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 такие-то. Мы сделали какую-то оценку о том, что деньги есть только вот у таких людей, а мы не такие. И поддерживая эти мифы, эти программы в своей голове, своим умом, мы не даём богатству, например, вступить. То есть нам выгодно не иметь богатства, чтобы быть хорошим. Проблема с деньгами вызвана нашим собственным желанием быть честным, не высокомерным, не чувствовать себя избалованным. Это просто пример. Шаблонов, почему у нас нет денег, там их тысячи просто. Надо со всеми разбираться. Конечно же, не только из-за этих причин. Это вот только маленький пример из всевозможных. Потому что ум зачем-то связал богатство с воровством или богатство с высокомерием. И это шаблоны, которые нам не дают впустить в нашу жизнь деньги. И пока нам хочется так про себя думать, какие мы пушистые, белые, мы не впустим в свою жизнь деньги. И зачем-то богатство мы тоже с деньгами связали. Хотя можно быть духовно богатым, быть богатым на знания, богатым опытом, богатым детьми или быть богатым талантами. То есть у нас богатство равно деньги. Хотя богатство — это чувство обладания и не обязательно с деньгами. Можно чем угодно быть богатыми с вами. Даже богатыми на депрессию. Ум вмешивается, да, и не даёт шаблон богатства применять нам с пользой, определив ему какую-то негативную сторону, которая нам не нравится, нас не устраивает. Мы богатство сами же и отрицаем с вами, откуда богатству появиться, если мы ему не разрешаем быть в нашей жизни. Также отрицая, ещё раз пример просто привожу, высокомерие, воровство, мы не можем иметь с вами богатство, потому что мы связали понятие, что деньги там, богатство — это высокомерие, это воровство. Но если разобрать даже шаблон высокомерия, антоним, которым будет униженность и самопрезрение на этом фоне, разве высокомерие — это плохо? Высокомерие есть во всех людях. Зачем отрицать очевидные факты? В нас есть всё, кроме самого отсутствия. Если мы и видим что-то в других, это отражение нас самих. Мы не можем увидеть того, чего в нас нет. Если у нас нет формочек такого в сознании, такого понятия, то мы это просто и не увидим. Но если мы что-то видим, значит, это тоже есть в нас. Если в нас есть это понятие, значит, оно наше. Если нет такой формочки мышления, такого понятия в голове, то как мы тогда можем увидеть во внешнем мире, если у нас отсутствует представление об этом? Никак. И раз мы видим это, понимаем, отличаем, значит, это в нашей голове. Ну, как минимум, голова наша, и всё, что в ней есть, и шаблон тоже наш, и чувства наши, всё находится внутри нашего тела. Почему тогда мы так настойчиво отрицаем, что это не мы, и что это не часть нас? Чувства не за пределами же нашего тела, а не внутри нашего тела, и мысли внутри нашего тела. Согласны? И мир вокруг — это проекция наших формочек сознания. Я надеюсь, что после всей прочтения книги вы уже не сможете отвертеться и доказывать кому-то или себе, что вы какой-то не такой, и что там у вас нет. И нет ничего плохого в искомерии. Просто используйте это чувство, мерить всё высоко и стремиться высоко себя ценить, себе на пользу. Если нам это приносит пользу, и мы будем здоровой клеткой организма, то и с миром всё тогда будет в порядке. Но если нам что-то не на пользу, мы же сами себя и разрушаем. Как может существовать здоровый, счастливый мир, если его клеточка, да, вот наше тело, разрушает сама себя или там больна? Если мы больные, то кто пострадает первым? Конечно же, мы и наш мир тоже будет весь страдать, и в зеркале мира мы будем вокруг себя видеть больных людей. Поэтому ничего страшного, высокомерии нет. Будьте высокомерны, просто используйте высокомерие. Это чувство такое, мерить всё высоко, себе на пользу. Не нужно просто унижать других рядом, чтобы они страдали при вашей очень высокой мере себя. Когда вы себя высоко оцените, пусть окружающие наблюдают за вами и вдохновляются тоже расти, как и вы, вашим собственным примером. То есть, нет ничего в этом плохого. И унижать рядом кого-то тоже бессмысленно, потому что другие люди, это же тоже мы, это часть нас, проекция нас, клетка единого нашего организма всемирного. Унижая других, естественно, мы сами себя же и унижаем. Когда мы понимаем про целостность мира и его гармонию, состоящую в том, что мы единое целое, не придётся никого унижать, обижать, естественно, а также себя ставить на какое-то последнее место при нашем же очевидном равенстве. Вот вам ещё один шаблон высокомерия, униженность. Я трансформировала, развенчав миф, что это что-то там плохое. Это просто есть. Это есть в нас. Просто давайте это использовать как талант и найти этому полезное применение. В чистом виде высокомерие — это униженность. То есть, две противоположные стороны медали, это единое целое. Когда вы себя высокомерно ведёте, вы сами же себя одновременно в этот момент и унижаете. Если понимаете, используете этот шаблон себе во вред. Но когда с пользой, высоко себя оценив, чтобы другие вдохновлялись, вы и униженность превращаете в потенциал роста. То есть, вы видите какую-то униженность себе или в других, узкое место, низкое место, которое надо взрастить. То есть, униженность — это тоже хорошо, тоже хороший талант — видеть узкие, низкие места, которые надо вырасти, помочь им вырасти. Также шаблон воры — это плохо, они там у нас крадут деньги. Воры в нашей жизни — это тоже неплохо, это нехорошо, и воровство — ни то, ни другое. Каждой жертве, знаете, свой палач. Паза желаний у нас всегда совпадает, с кем бы мы не резонировались в этом мире, с кем бы мы не встречались. Мы всегда соприкасаемся с теми, чего мы сами желаем, так как мир — это продукт нашего собственного желания. Всё, что мы вокруг видим, это наше желание. Напомню, мы должны были, допустим, как-то проявляться, делиться этим с миром, всем, чем должны по своему предназначению, как клеточка организма, взаимодействовать со всеми, так люди постоянно обмениваются своей энергией, своими делами, проявлениями. Но если мы зажали своё проявление, бездействуем, нам придётся рано или поздно насильно отдать то, что мы должны отдать. А кто возьмёт насильно? Но придётся нам создавать в своей реальности таких людей, как воров. Мы же сами их создали с вами, и сами на них обзываемся, какие они плохие, прям как дети. Любого и каждого приходящего к нам в мир нужно благодарить. Даже если вы не понимаете, за что, пока не понимаете, просто знайте, что этот человек явился только для того, чтобы исполнить ваше желание. Не ума, конечно, а души, даже если мы это пока умом не понимаем. И мне очень хочется эту тему про воров сейчас развить. Пожалуй, вынесу эту главу даже отдельно, сделаю её следующий, седьмой, тоже, если сейчас время, телефон, зарядка не потеряется, почитаю. Так, продолжу другую тему, с которой я начала, что мы с вами начали про лишения, я перешла тут на воров, на трансформацию. Давайте мы с вами сейчас вернёмся к лишениям, а то потеряем нить, и дальше про воров у меня в седьмой главе будет. Это был пример, что мы сами создаём с вами проблемы, боимся этих проблем лишиться, потому что за этими проблемами лежат определённые чувства и последствия, с которыми мы не готовы столкнуться. Создавая сами себе проблему, мы пытаемся обезопасить себя от нежелательных последствий. И проблему, которую мы создаём, это наша защита от будущего, которого мы боимся. То есть если у нас не будет проблем, мы что-то сделаем, мы столкнёмся с тем, чего боимся пока столкнуться. Наш ум эти страхи всё время придумывает. Проблема, нет денег, нам нужна, чтобы не испытывать проблем в чувствах каких-то, которые будут, когда появятся деньги. А чувства у нас, они первичны. Ради этих чувств мы с вами и живём. Мы не хотели себя чувствовать, допустим, высокомерными. Или мы думаем, что богатые воры, мы не хотим себя чувствовать ворами. Или про то, что о нас могут подумать что-то не так, как мы хотим. Поэтому у нас нет денег из-за того, что мы не хотим испытывать какие-то определённые чувства. Но если вы разберётесь с этими чувствами и что за ними стоят, то, соответственно, вы не будете себя тормозить от действий, которые уже принесут вам эти деньги, блага или всё, что вы хотите. Если разобрать всё, что мы думаем с вами про богатство, про деньги, все эти шаблоны, нам уже не будут они мешать. И тогда мы сможем беспрепятственно стать богатыми и проблемы наши решатся. Когда нас держат шаблоны, проблемы с деньгами будут. И пока мы в шаблонах, естественно, естественно, да, мы не хотим решения. Чтобы проблема с деньгами решилась, нам это невыгодно. Нам выгодно, чтобы денег не было. Буду это повторять не раз, потому что, ну, блин, до вас это должно упасть. То есть начните улавливать суть. Проблема — нет денег, потому что мы хотим, чтобы их не было. Если они у нас будут, мы будем себя чувствовать не так, как мы хотим. Если мы разберёмся с вами с чувствами, что за ними стоят, какие шаблоны у нас есть, то мы беспрепятственно сможем с вами двигаться по радости, по кайфу, без сопротивления какого-то, без каких-то там жёсткой борьбы, без достигаторства, а легко и просто получать все блага, делая действия, которые нам в кайф, без любых отговорок ума, не фантазируя себе в будущем, что мы будем что-то чувствовать как-то себя не так, по-другому, то, что нам не нравится. И чтобы чувствовать себя кайфно, нам нужно все чувства использовать, поняв их суть, на пользу. Надеюсь, мне... Это сложно, да, для восприятия, возможно. Надо будет ещё перечитать, наверное, не раз эту книжку, чтобы понять. Я здесь в этой книге потом дальше даю инструкцию, как прям работать пошагово с этими шаблонами мышления. И помимо того, как я рассказываю о самих шаблонах мышления, я по пути ещё показываю примеры, как их трансформировать. Тут они так завуалированы, но я уже, считай, с вами трансформировала шаблоны в воровство, сейчас ещё перейду к нему, шаблоны высокомерия, то, что высокомерить себя и униженность это одно и то же, и с пользой использовать и чувствовать себя высокомерно это тоже круто, без ущерба себе и другим, но мы это делаем в ущерб себе и другим, а можно делать в пользу. Так, дальше. От болезней с вами нам тоже страшно избавиться. Мало кто желает избавляться от болезни. Мы умом хотим быть здоровыми, но это только ум нам подкидывает, что давай лечись, веди борьбу, заглушай сигналы тела. Но мы сами эти болезни создали своим же собственным желанием, своими действиями, своими мыслями и можем это спокойно решить, любую проблему со здоровьем, но мы не хотим её решать. У нас очень много отговорок с вами, очень много страхов это решить, потому что мы боимся лишений. Для ума страшно лишиться даже яда, даже болезни, даже проблемы. Вообще слово лишение это страшно. Страшно лишиться курить. Ну как это я не буду курить? Боже мой, я даже книжку не буду читать, как избавиться от курения, потому что это страшно. А что я буду делать, если я лишусь курения? Что я буду делать, если я не буду пить? У меня тогда будет куча свободного времени, я не знаю, куда его девать. я даже написала книжку про страхи о лишении отдельно, про курение. Там можно в принципе проработать любые свои привязки. Почитайте книжку, если у вас привязка к идее, привязка к человеку, привязка к наркотикам или ещё к чему-то. Почитайте книжку «Лёгкий способ». Ой, «Лёгкий способ». Всё. Алана Карра прям вспомнила. «Курить нельзя бросить мою книжку». Я разобрала шаблон всех наших страхов, почему мы боимся бросить курить. И за что мы держимся, какие там шаблоны преобладают. И на основании этого алгоритма вы можете решить любые привязки свои. Уму страшно лишиться даже болячек. Продолжим. Так, какую книгу разбираю? Вопрос, да. «Практика работы с мышлением». Если бы не это, то ты точно был бы счастлив. Алгоритм пошаговый, как работать со своими страхами, умом, трансформировать шаблоны мышления, чтобы решать любые задачи, исполнять желание быть счастливым, быть здесь сейчас, кайфовать, радоваться жизни, и чтобы наш ум нами не руководил. И по ходу объяснения полкниги я объясняю, откуда у нас возникают страхи, откуда у нас возникает страх лишиться чего-то, как мы шаблоны эти зарабатываем с вами, как они работают. я объясняю. Я объясняю потихоньку-потихоньку в каждом предложении трансформирую еще ваши шаблоны. А потом даю инструкцию, как взять свои шаблоны, которые вы выпишите, которые вам мешают действовать, что-то делать, кайфовать. Вы уже сами сможете это сделать по алгоритму. Так, подождите, потеряла опять, где я остановилась читать. Не получается у меня просто читать. Я просто слежу то, что вы мне еще пишете. Хочется добавлять, добавлять, добавлять. Так. Про болезни я начала. Так, и от болезни нам тоже с вами страшно избавляться. Мало кто желает избавиться от болезней. Представляете? Вы не верите? А сейчас, даже если нам дадут решение, умно идут отговорки, почему мы не хотим этого лишиться. Как можно лишиться части себя? Потому что болезнь — это сигнал тела. Нам тоже страшно лишаться болезни. Пошаговые инструкции, как решить вопрос, допустим, с болезнью, я вам могу дать. И тысячу раз давала. Но никто не пошел и ничего не сделал. Ну, или единицы пошли и что-то сделали. Потому что ум находит тысячу отговорок. Ну, а вдруг то, что Нелли говорит, это не так? Я боюсь бросить курить. Во, видите? Моя книжка вам в помощь. Вы не будете бросать курить. Вы наоборот поймете, что ничего бросать не нужно с помощью моей книжки. Это будет переворот сознания. Так, давайте, вернусь. Так, как можно лишиться части себя? Наш ум всегда найдет отговорки, почему мы не хотим чего-то лишаться. Потому что за всеми этими действиями, за которые мы держимся, лежат какие-то чувства. То есть, если мы чего-то лишимся, мы лишимся чувств каких-то, которые нам дают наши пагубные привычки. С помощью этого мы искусственно получаем то, что мы желаем. Вернее, ум думает, что получает. Как пример с богатством. Например, болеющий создает себе болезнь, чтобы манипулировать другими. Это один из тысяч примеров. Ой, как мне плохо возникает. Ваша бабушка или мама. Вот помру, что же вы без меня делать-то будете? Удобно, не правда ли, да, такое говорить? Я это не раз слышала. И в своей семье, и работая с клиентами, вот помру, что же вы без меня делать будете? Или помните нам, ой, внучок, мне так плохо, кости болят, сердце болит, голова болит, позвоночник болит, я еле хожу, пять утра, я встала, корову надоеду, блинов тебе нажарила, на рынок сбегала, кушай, внучок, кушай, тазиками, тазиками, давят на жалость, манипулируют своими болезнями, чтобы вы кушали, за маму, за папу, а то они заболеют, давай, то есть люди своими болезнями очень классно любят манипулировать другими, это одна из тысячи причин, не только это, у каждого свои причины, но по большей части они все соприкасаются, то есть по большей части у всех одно и то же, вот, есть нюансы, да, или мы создаем болезнь как способ ухода, допустим, от своих проблем, потому что мы устали от работы, или уже не можем просто морально выносить какие-то мысли о проблемах, и поэтому нам надо заболеть и отдохнуть. Все болезни, даже травмы какие-то там, мы там ногу сломали, руку, травматика, это все психосоматика, причины лежат в нашем мышлении, а не во внешних факторах. Когда я говорю с вами про еду, это тоже психосоматика, то, что мы с вами едим, наша потребность в этой пище тоже вызвана психологии нашей. То есть, если вы счастливы, вам не нужно есть сахар, вы не хотите сладким заедать себе проблемы. То есть, вас не потянет на такую еду. То есть, от уровня вашего мышления зависят ваши действия, то, что вы все пихаете, то, что вы делаете. На физическом плане мы болеем, тело физическое, естественно, физические причины, как еда, влияют на наш организм. Но изначально все идет от мышления. Будет другое мышление, будет другая еда. Поэтому, ну, тоже отрицать физический мир бессмысленно. Оно все взаимодействует. То есть, начало мышления, наши мысли, идут неосознанные решения. Представьте, 400 миллиардов мыслей в секунду в нашей голове проскальзывают. У нас неосознанные эти мысли, неосознанные решения. Решение наш ум дает сигнал телу, тело делает действие. А вот от этих действий зависит наша уже реальность. Все, что мы вокруг вами видим, по цепочке, если отмотать, это продукт наших действий. Действие зависит от наших решений. Решение зависит от мыслей. Мысли зависит от куморальной системы паразитов, которые мы кормим с вами с помощью еды. Едим мы только то, чтобы заесть наши проблемы, не думать о них. Мы решаем свои проблемы алкоголем, едой, чем еще, болезнями. Для нас это выгодно. Просто. Мы создаем своим мышлением условия, которые уже вызывают все эти внешние факторы, которые помогают нам объяснить все наши недуги и проблемы. То есть мышление мы проецируем ту реальность, которая уже помогает уму объяснить, почему мы заболели, или почему у нас проблемы, или почему у нас нет денег. Изначально, конечно, это наша голова. Болезни как сигналы тела лишь транслирует нам, в каком месте, где мы с вами остановились, где мы бездействуем в своем развитии, что мы что-то не делаем, то, что нам нужно сделать. Тело дает нам понятные подсказки, но мы не привыкли их замечать, не привыкли видеть, и даже не стремимся узнать, о чем нам сигналит тело. Проще переложить ответственность на какие-то внешние факторы, закинуть в себя какие-то лекарства и заглушить эти сигналы тела. Про болезни у меня есть отдельная книга, почитайте ее обязательно, излечить нельзя игнорировать, излечить нельзя, запятая игнорировать, либо излечить запятая нельзя игнорировать, поставьте запятую и решите для себя, что можно с этим сделать. Пищевой наркоман, допустим, ищет радость, желает заесть свои проблемы, так же, как это делает пьющий человек и любой другой наркоман, зависимый от чего-то. Мы всегда боимся с вами лишиться, не понимая, что держась за что-то, мы лишаемся как раз того, что могли бы получить по-настоящему, без всей этой мишуры и атрибутов. Курильщик заменил сигаретой радость и грусть, курить, чтобы отдохнуть, курить, чтобы расслабиться, курить, чтобы пообщаться в компании с друзьями, курить, чтобы сделать перерыв, ему нужен какой-то атрибут, потому что ум связал все эмоции с сигаретой, так же, как ум связал еду с нашими эмоциями и нашей жизнью. Но разве можно расслабиться от сигарет, которые вызывают нервоз? Никотин вызывает нервоз. Вот вы покурили, у нас сразу биохимические реакции в теле происходят, и нервное напряжение, и стресс от каждой выкуренной сигаретой. И чтобы этот стресс снять, нам нужна следующая доза сигареты, потому что пока мы курим с вами, в эту секунду происходит расслабление очень кратковременно, до трех минут, и потом этот нервоз из-за никотина снова-снова-снова накапливается, и мы еще больше испытываем нервоз. То есть весь наш стресс от никотина, а мы курим, как нам сказал ум, чтобы расслабиться. Как можно расслабиться, если сам стресс эта же сигарета и вызывает, но мы об этом не думаем. Можно ли расслабиться от никотина, который вызывает постоянный зуд? Нет, невозможно. Разве некурящему человеку нельзя расслабиться? Я курю, чтобы расслабиться, а некурящий не расслабляется? Разве некурящий не может выйти и пообщаться с друзьями, сделать перерыв, или задняться чем-то другим? Мы с вами держимся за сигарету, чтобы получить выгоду расслабление, подумать, выйти пообщаться. А некурящий типа этого не может сделать. Это как бы странно, да? Конечно, это ум нам придумывает варианты, зачем нам держаться со сигаретом, мнимые, искусственные, потому что ему это выгодно, ему это выгодно. так же как и заедая проблемы едой. Человек разве решает свои проблемы? Нет. Ум решил, что когда мы поедим и мозг отключается из-за этой химии, которой мы травимся каждый день, и мы не сможем думать. То есть ум-то знает, мы поели химическую еду, заели, мозг отключается, мы не можем думать. Но раз мы не думаем, мы расслаблены, и всё, проблем нет. Мозг отключён. Какие проблемы? Всё. То есть мы так решаем проблемы, уходя от них, не думая. Когда не думаешь, и нет проблем, ведь проблема создаёт только наш ум своим думанием. В предыдущей главе я в предыдущих двух главах, которые я читала в предыдущих эфирах, я написала, почему он создаёт нам думанием проблемы. Есть способы получить то, что мы хотим, прямым путём, то есть ни через сигарету, ни через еду, ни через какие-то привязки, которые нам дают жизнь, они отбирают. Сигарета жизнь отбирает. Искусственно нам давает на самом деле то, что мы считаем, что мы получили, что мы хотели, на самом деле мы лишились этого. Есть вопрос вот такой. Вопрос лежит в понимании, какие шаблоны мышления связали нам настоящую жизнь и радость со всеми этими вредными для нас отбирающими у нас жизнь привычками. Разобрав шаблоны, он поймет, что он ничего не лишится, если мы удалим эти все негативные привычки. Если уберем эти привычки, а наоборот мы приобретем больше, и если мы это ему объясним, то он успокоится. То есть как мы можем объяснить? Через трансформацию этих убеждений, что нам сигарета что-то дает. То есть мы убеждены, что сигарета расслабляет, если мы объясним, что сигарета дает стресс, каким образом она дает стресс, как никотин влияет на наш стресс, мы поймем, что если мы не будем курить, мы будем тотально расслаблены. Если мы не будем есть, мы также расслабимся и будем иметь энергию, которая будет решать наши проблемы, нам даже делать ничего не нужно будет. Если это объяснить своему уму, он такой, ну да, успокоится. Задача трансформации мышления в том, чтобы рассказать своему уму, что мы его не будем чего-то лишать. Наоборот, будем использовать его стремление нам помочь, с пользой для всех, а не во вред. И дадим ему все, что он хочет, но только новыми, другими способами. Если он хотел нас расслабить сигареты, ему надо объяснить, что сигарета напрягает, убивает это расслабление. А вот расслабиться мы можем тысячей и одним способом новым. Конечно, ум будет за, а не против. Но просто он об этом не знает. Мы дали ему один способ сигареты, едой, секс, что еще. Все, он знает пару способов. Или Netflix, допустим. Так, дальше. Живя навязанными шаблонами, он не знает просто других способов. Когда мы найдем суть шаблона, количество способов увеличится до бесконечности, и мы уже будем иметь выбор с вами, а не только один способ, который убивал в нас жизнь и останавливал нас от каких-то действий. Вернемся к шаблонам. Как же нам безопасно трансформировать шаблон, чтобы наш мозг не начал сопротивляться, и мы не получили еще больше проблем. Ведь когда мы вмешиваемся в наше мышление, оно будет усиленно себя защищать и постоянно подкидывать прежние мысли, чтобы доказывать свое существование прежнее, и мы снова и снова будем убеждаться в правильности своего прошлого убеждения, потому что оно будет становиться только крепче. Пример. Мы думаем, что что-то невозможно. Как только мы попробуем бороться с этим шаблоном, наш мозг будет проецировать реальность таким образом, что мы будем только больше убеждаться, что это действительно невозможно. События начнут складываться так, что мы в этом будем верить все больше и больше и сделаем еще крепче этот шаблон. Чем больше раз мы убеждались в правоте своего мышления, тем сильнее это убеждение становилось. например, мы решили бросить курить, но у нас есть шаблон, что это невозможно. Чем больше раз мы пытались бросить курить, тем сильнее убеждались, что это сделать невозможно. То есть я уже тысячу раз бросал, уже тысячу раз убедился, что я начинаю снова, значит это невозможно. То есть чем больше попыток бросить курить, тем больше разочарований. Чем больше попыток побороться с какими-то проблемами, тем больше разочарования, что они ни хрена эти проблемы не решаются. Чем больше каких-то действий в сторону найти работы, тем больше вы убеждаетесь, что найти работу невозможно. Чем больше попыток наладить отношения вы пытаетесь, и каждый раз вы убеждаетесь, что опять всё плохо, тем больше шаблон крепнет, и наши шаблоны проецируют нашу реальность. Вот во что уверен, то мы всегда и получаем. И это происходит на бессознательном уровне. Каждый раз, когда мы что-то пытаемся решить, избавиться, бросать, побороться, сгладить, неважно, наши любые действия, они нас ещё больше убеждают в том, что, блин, херня получается. И вот нам с вами нужно эти шаблоны не пытаться убрать, заменить, ещё раз вернусь к этому, побороться с ними, потому что мы будем убеждаться в невозможности этого. А понять суть шаблона, что это за убеждение такое, для чего оно мне нужно, почему это хорошо, как я его использовал во вред, и теперь как я могу использовать с пользой. когда у нас есть какое-то убеждение, что такое убеждение? Это понятие о чём-либо. Вот, например, я убеждена, что вот эта ручка, она там пластмассовая, синий кончик там, то есть я её описываю. И я понимаю и убеждаюсь, какая она. Если я попробую себя убедить, что она другая, то мозг начнёт сопротивляться. Ну, типа, это не так. Если я пойму суть ручки... А, я знаю её использование. То есть я понимаю, что такое ручка, и я понимаю, её использование — это писать, это брать и писать. Если я пойму суть ручки... Это утрированно, на предметах это не надо, мы так будем с чувствами делать. То я могу эту ручку использовать не только по её прямому назначению, в котором я убеждена, и о котором мне описали способ использования. Я смогу ей найти тысячу применений. Например, если я спрошу, что такое молоток, вы скажете, молоток — это инструмент забивать гвозди. У нас есть убеждение, что молоток — инструмент забивать гвозди. Но если вы поймёте суть, что молоток — это усилитель силы, то способ применения, где можно добавить силы, вы найдёте у молотка кучу способов применения. Не только гвозди забивать. Можно его как пресс использовать, если нам нужно усилить силу. Можно что угодно придумать с молотком. На самом-то деле у меня в книжке, в какой-то, не помню, расписано было очень много вариантов, что можно сделать с молотком. Мы на курсах разбирали. Это как пример. Точно так же у каждого чувства. У нас есть одно понятие о том, что такое воровство. Это плохо и бла-бла-бла. Что такое высокомерие? У нас есть понятие, что высокомерие — это то, что ты унижаешь других людей, чтобы возвыситься на фоне него. Но если вы поймёте, что это такое за чувство высокомерия, и что это не обязательно нужно использовать, унижая других, а можно по-другому это чувство использовать, то вы найдёте этому чувству кучу применений. Чего я ушла-то к этому? Книжку читаю, читаю. Хочу вам что-то объяснить. Объясняю. Теперь суть теряю. Дальше продолжать книжку будет очень... У меня даже в голове просто мысли смешались. Боже мой. Так, звук пропал. У кого пропал звук? Звук ещё напишите. Если всё нормально, напишите, что нормально, это она продолжит. То пишите, звук пропал. Так. Вернусь к тому, что когда мы с вами не будем пытаться избавиться от шаблона, а поймём его суть, то наш мозг найдёт тысячу применений, как можно применять с пользой что-то. А пока у нас есть шаблон с одним применением. И он, как правило, негативный, который нас останавливает. Всё нормально. Всё. Спасибо, ребят. Так. Я очень хорошо, кстати, вот эту тему расписала в книге «Курить нельзя бросить». Нам не нужно, допустим, пытаться бросать курить. Нам достаточно нужно осознать шаблоны, для чего мы курим. В книге подробно описано, для чего. Я их разобрала. После чего вам никогда не захочется заменять свою жизнь какими-то искусственными подменами. Ну, то есть сигаретой и то, что эта сигарета даёт. Если мы напрямую себе дадим то, что мы хотим. То есть не через сигарету мы себе будем давать спокойствие, а другими способами, если мы поймём, что спокойствие — это не только сигарет. Что это ещё куча других вещей. Если мы это осознаем с вами, то нам легко будет получать спокойствие другими способами. Так. Слушайте, у меня эфир заканчивается. Давайте тогда книжку продолжайте сами читать. Через одну минуту он у меня выключится. Таймер. Странно. Я остановилась на середине шестой главы о трансформации. Там дальше столько всего интересного. Ну, тогда либо в следующий раз, либо приобретайте книжку, читайте. Если есть вопросы по книжке, вы можете всегда задавать мне в сообщениях, либо у меня есть бесплатный курс, и там можно чат, общаться, и если задавать вопросы, что-то непонятно. Так, а я отключаю, чтобы эфир сохранился. Спасибо всем, кто послушал эту мыслемешалку мою сегодня. Не получилось у меня нормально читать книжку. Вставляла свои комментарии, уводила себя непонятно куда. У меня сейчас такая каша в голове. Вот. На этой ноте я с вами прощаюсь. Целую вас. Очень рада была всех видеть. Пока-пока.